Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня хочу размышлять на тему разговора Иисуса с фарисеями, с учениками по главе от Марка 2 глава. Здесь много таких эпизодов, когда Иисус разговаривает с ними, когда Он исцелил расслабленного, Он говорит прощаются грехи тебе. Все ожидали, Он скажет что-то другое, но Он скажет, чтобы вы знали, что у меня есть власть прощать грехи, поэтому я говорю, что прощаются грехи и после этого исцеляется, исцеляется этот человек. Это было очень здорово и сильно, то они спрашивают Его, вот остальные постятся, ученики Иоанна постятся, фарисеи постятся, а твои ученики не постятся. Иисус им вдруг отвечает, да нельзя на старые вихи новые, так сказать, вот эти лацканы ставить, нельзя, они порвутся, то и другое. Он тем хочет сказать, что пришла новая эра, со мной приходит новая эра, Царствие Божие приблизилось, и теперь что-то другое совсем важное, Он говорит, сейчас они со мной, как свадьба, я жених с ними, пока я здесь, они пусть, так сказать, будут со мной, но на особое время будет поститься. А тот пост, который был раньше, ради традиции, он не имеет такого смысла. Да, это очень интересно. И вот последнее, интересное такое, насчет субботы, здесь тоже разговор, я прочитаю вот с 23 стиха. И случилось ему в субботу приходить за сельными полями. Ученики его дорогой начали срывать колоссия, а фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду, взалкал самый бывший с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Алиафари и ел хлебы-предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. Интересная история. Вот они почему-то ели хлеб, они что же знали, в субботу нельзя. Они вот проходили мимо, так, кстати, брали эти зерна, крошили в руках и ели. Я уже замечал, что если сам хожу где-то по полю, тоже уже брал, я даже не задумывался, просто я думал о чем-то другом, а по пути руки, так сказать, брали и ели. Но вот интересно, фарисеи вот на все обращают внимание, и вот им надо постоянно найти какую-то причину, да. И вот говорят, суббота, а вот твои ученики так поступают. Но Иисус отвечает как-то им, ну, интересно, потому что тот пример, который он привел с Давидом, это был очень интересный пример. Но Давид находился действительно в огромной нужде, он бежал от Сауа тогда и со своими близкими людьми, он просто сбегал, не знаю, сколько они не ели к ней, когда они пришли. И потом они, да, у Фара получили эти хлебы, которые не были для того, чтобы их есть, вот для Давида и для его всех помощников, которые были с ним. Да, вот такой случай. Здесь-то они идут по полю, может быть, можно было и воздержаться, но Иисусу важно сказать что-то другое. И вот он скажет, 27 стиха снизу, и он сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин из субботы. Да, суббота была важная. И ранее мы читаем, так сказать, в Ветхом Завете даже было сказано, так сказать, что могут убить, один из дрова собирал, так сказать, и вот в субботний день его потом доказали смертью за это. Но теперь наступает новая эра. В субботу можно делать добро, в субботу нельзя наживаться, нельзя делать что-то другое. Мы в воскресенье, в этот день тоже чтим, чтобы кому-то помогать, мы ходим на служение, мы, так сказать, имеем время для того, чтобы посещать больных, потому что это день субботний, в ней надо делать что-то хорошее, надо найти время для молитвы, для чтения слова, для общения, так сказать, это такой день. Но Господин субботы Иисус, не фарисей, который только ищет ошибки в комнате, так сказать, чтобы они поступили неправильно. Но слово вот в субботу, я могу много-много здесь чего привести, даже вот, допустим, богослужение, воскресенье. Не богослужение командует человеком, а люди просят, чтобы это богослужение, воскресное собрание было в благословении. Оно не просто для того, чтобы его делать по какой-то форме, но оно для того, чтобы это служение приносило пользу. Иногда в домашней группе получают большое благословение, потому что каждый более часто бывает какое-то огромное собрание, и нету такой близости к Богу, потому что задача не служение превратить, так сказать, в какую-то форму и обряд, но чтобы было благословение. Иисус хозяин и богослужение. Он их хозяин хора, который поют песни. Они поют не только для того, чтобы слышать красивые голоса и красивое исполнение, но чтобы дух святой присутствовал, потому что Иисус хозяин и хора. Он хозяин любой ситуации, потому что Он Бог. Он не только над субботой, Он не только над... Но Он хочет всей нашей жизнью руководить. Он говорит, кто свою жизнь ради Меня оставит. Того Я благословлю, тому, так сказать, Я помогу в жизни. И мы, когда приходим к Иисусу в молитве, часто при покаянии еще бывает, ты просишь об прощении грехов, так не осознаешь свое состояние, но иногда мы потом осознанно уже верующими приходим к Богу и говорим, Господь, я посвящаю Тебе всю мою жизнь, всю без остатка. Я вижу, она Тебе еще не принадлежит, потому что Ты хозяин всего в моей жизни. Ты хозяин моей души, Ты хозяин моей жизни. Ты хозяин, так сказать, всего того времени, которое Ты имплитал, чтобы оно принадлежало Тебе. Господи, я прошу Тебе, помоги нам посвящать себя заново и заново, целиком, чтобы Ты мог быть Господином в нашем, всех-всех оттенках нашей жизни. Там, где мы находимся, чтобы Ты был нашим Господином. Спасибо, Господи, зная, что Ты мой Господин. Аминь.